На базе филиала Южного Федерального Университета состоялось выездное заседание Молодежного парламента при Новошахтинской городской думе. В мероприятии приняли участие глава города и председатель городской думы Юрий Владимирович Ушанев, председатель Молодежного парламента при Законодательном собрании Ростовской области Никита Максимович Карилов, протеерей Роман Амплеев, а также члены Попечительского совета. Сегодня в зале присутствует новый созыв Молодежного парламента. Я уверена, что вы используете весь накопленный опыт предыдущих созывов Молодежного парламента и, конечно же, привнесете свое что-то новое, интересное, чем запомнится ваш созыв. От всего Молодежного парламентского движения, я думаю, что все сидящие в этой аудитории меня поддержат, разрешите поблагодарить, выразить искренние слова благодарности и уверенности в дальнейшей поддержке ваших первых шагах председателя городской думы Юрия Владимировича Ушанева, глава администрации города Сергея Алексеевича Бондаренко, начальника управления и образования администрации города Татьяна Петровна Бахтенова, членов Попечительского совета, отец Роман Адель на вас, депутатов городской думы и, конечно же, всех тех, кто всегда отвлекается на ваши с нами просьбы, идеи, ну и различные проекты. Вот сегодня, стоя на этой трибуне, мне хотелось бы пожелать вам в первую очередь успешной и плодотворной работы и закончить свое выступление моей любимой цитатой известной поэтости Марины Цветаевой «Творите, дерзайте и созидайте на благо Донского края и нашего города Новошахтинска». Я искренне считаю всех нас соработниками. И вот на протяжении 19 лет, как открыт наш с вами храм в честь Донской Кондонной Божьей Матери, мы по соседству с Саней Николаевной считаемся, есть такое понятие, храм — это дом Божий. Университет — это дом науки, а театр — это дом культуры. И вот у нас очень давнешние твердые, крепкие взаимоотношения и взаимодействия. Благодарю за то, что вот этот век мы взяли развитие совместного и продолжаем в том же духе. В рамках пленарного заседания состоялось подведение итогов работы Молодежного парламента прошлого созыва и избрания руководства нового. С отчетом о проведенной работе прошлого созыва выступила председатель девятого созыва Молодежного парламента при Новошахтинской городской думе Елена Анатольевна Задорожная. Важным элементом работы Молодежного парламента является освещение его деятельности в средствах массовой информации, в социальных сетях и иных информационных ресурсах. Вся работа проводилась гласно и с широким участием представителей общественности и средств массовой информации. Количество публикаций за два года более 250. Члены комиссии по информационной политике и взаимодействию со СМИ организовали интеллектуальную онлайн-викторину, что мы знаем о государственном флаге Российской Федерации. Ко дню физкультурника провели публичный опрос, как часто вы занимаетесь спортом. Провели флешмоб «Ангелы Беслана». Итоги деятельности Молодежного парламента публиковались в областной газете «Аргументы и факты». Деятельность постоянно освещается газетой «Знамя Шахтера», телерадиокомпании «Несвятая», которая также транслирует эфиры на телеканале «Дон-24». По достижениям могу сказать следующее, что по итогам работы активные парламентарии были награждены благодарственным письмом губернатора Ростовской области за эффективную работу по реализации молодежной политики в Ростовской области. Благодарственные письма председателя Городской думы главы города Новошахтинска. Главой администрации города были награждены премия главы грамотами, награждены поздравительными письмами добровольцев от губернатора Ростовской области. В выборной части заседания членам молодежного парламента предстояло избрать руководящий состав структуры. На должность нового председателя была выбрана Лариса Андреевна Крупович, делегированная от Новошахтинской городской думы. Нам, как представителям молодежи, свойственен творческий подход, смелые идеи, но зачастую для их реализации нам не хватает знаний и опыта. И именно ценными советами с нами могут поделиться депутаты Новошахтинской городской думы, депутаты законодательного собрания Ростовской области. Юрий Владимирович Наталья Николаевна всегда с большим интересом поддерживает инициативу молодежного парламента. Мы будем участвовать вместе с депутатами в приемах граждан, в депутатских комиссиях, организовывать областные и городские мероприятия. Продолжим старые проекты, которые на протяжении нескольких лет уже есть. Путь к храму, память в наших сердцах. И, конечно, будем придумывать новые проекты. После торжественной процедуры подведения полномочий членов молодежного парламента 10-го созыва, выдачи удостоверений, глава города Юрий Владимирович Ушанев тепло поздравил новоиспеченных парламентариев и пожелал плодотворной работы. Мне неоднократно приходилось принимать участие в подобных мероприятиях. И, наверное, нужно сказать огромное спасибо. Спасибо всему активу, всем членам молодежного парламента. За ту работу, работу огромную, работу очень значимую и полезную. Великое всегда начинается с малого. Поэтому путь к большим свершениям у ребят начинается прямо сейчас. Планов очень много. Есть в голове молодежные проекты, которые бы хотелось реализовать на площадках нашего города. У нас был проект, который был посвящен исторической памяти в нашем городе. То есть это был проект о памятниках на территории города Новошастинска. Хотелось бы продолжить работу и в этом направлении, потому что патриотическое направление всегда востребовано и сейчас, как никогда, актуально. Ну и, естественно, хотелось бы привлекать нашу молодежь в культурные мероприятия, чтобы они были активными участниками в них. Так что я думаю, что планов очень много для реализации. Молодежный парламент дает большую возможность, начиная со школьной скамьи, проявить себя, проявить свои лидерские качества, научиться работать в команде, общаться со своими сверстниками, находить единомышленников. И для молодых специалистов это тоже крайне важно, проявить себя и в дальнейшем зарекомендовать себя на какую-то, может быть, даже вышестоящую должность. Поэтому молодежный парламент вырос за последние несколько лет значительно. Если раньше это были только студенты-школьники, то сейчас эта работающая молодежь добавилась, и это дает больше перспектив развития. Молодежный парламент при Новошахтинской городской думе успешно реализует свою деятельность и тесно сотрудничает с молодежным парламентом при Законодательном собрании Ростовской области, где работу наших юных парламентариев оценивают очень высоко. Основное развитие молодежного парламентаризма, по крайней мере, в Ростовской области, направлено на популяризацию и вовлечение молодежи в политическую жизнь нашего региона. Сейчас молодежь очень активная, она развивается абсолютно во всех сферах жизнедеятельности, но иногда им необходим толчок и необходима поддержка со стороны старших товарищей, чтобы им объяснили, как это работает правильно. Это не просто набор новых кадров, а это показатель нашей деятельности и развития подросткового поколения, потому что, начиная с малого, с муниципалитета, молодой человек может себе позволить показать свою значимость. Я вижу такую проблематику своего муниципалитета, своего города, своего района, своего родного села. Именно поэтому я увлечен. Именно поэтому я хочу получить какой-то совет. Я хочу правильно развиться, хочу правильно развить свое дело и увеличить качественный показатель деятельности политической. Дальше он выходит на региональный уровень. То есть он понимает, что я прошел свой муниципальный этап, я показал себя, и меня могут делегировать, меня могут избрать в состав молодежного парламента при законодательном собрании. И далее он отстаивает интересы своего муниципалитета, интересы молодежной политики уже на региональном уровне. Но при всем при этом молодежная политика, она распространяется не только на возрастную категорию до 35 лет. Она распространяется на все население. К примеру, по одной из наших инициатив был введен День сотрудника МФЦ. Но это же не значит, что у нас сотрудники МФЦ только люди в возрасте до 35 лет. Это граждане, которые там трудоустроены, без какого-то возрастного ограничения. И наш показатель работы – это процесс не молодежной политики, а процесс вовлечения молодежи в политику в целом. То есть лучшие и самые активные входят в состав депутатского корпуса молодежного парламентаризма. В молодежном парламенте состоят не только учащиеся школ, техникумов и высших учебных заведений города, но также и работающая молодежь. Работая в образовательной организации, хотелось бы больше работать с активной молодежью. И мы с ребятами, участвуя в различных акциях, хочется помочь городу, и помочь ребятам найти себя. Поэтому хотелось бы принять участие в этом. Цели – активизировать молодежь, чтобы они больше проявляли свои активности, проявляли свою креативность, работали на благо города, самоутверждались как-то. Что ж, состав парламента утвержден, и мы смело можем ожидать от нашей активной молодежи новых рабочих проектов и творческих достижений. Субтитры создавал DimaTorzok